Добрый день, это эфир информационная программа репортера. Добрый день, это эфир информационная программа репортера. Добрый день, это эфир информационная программа репортера. Сейчас планируем обсудить данный проект технического регламента. Коллеги чрезвычайных ведомств России, Казахстан, Беларуси, они уже имеют опыт. Сироту-денников сустречи не только керевники вратовальных ведомств, а и представники навыково-доследствий центров и отделов инновационных развития. Миновитые иные робят справоздачу о почных распроцовках у сферы обороны насильниц от назначенных ситуаций. Причем белорусский бок только одной тематикой не обмежевывается. Республика Беларусь представляет три своих основных направления. Это первое – спасательная техника, технологии для оперативной ликвидации чрезвычайных ситуаций. Второе направление – это средства предупреждения ЧАЭС. И третье – это именно образовательные технологии подготовки населения и специалистов аварийно-спасательных служб действиям чрезвычайных ситуаций. У денег и посаджения обеднанного науково-технического совета Краин Евразийского экономического союза Перекананы сегодня необходимо больше активно выкористовывать максимум информационные просторы. По великим рахунку, калю володыць оперативной информации, шматайки надзвычайной ситуации можно попередить задолго до их возникнения. У Центры стратегических доследований у Громадзянской обороны Министерства по надзвычайных ситуациях России, наприклад, пропонуют больше активно выкористовывать максимумы с подорожников. Тут у Вогулі литерально космичные перспективы. В привычных нам наводнениях, пожарах лесных, других бедствиях, они нам дают картину объективную. Но мы хотим двигаться дальше, и в том числе в такой экзотической отрасли, как предупреждение падения астероидов и метеоритов на Землю. Это очень серьезная программа, требует международной координации, требует больших финансовых затрат. Но разработки ученых в этой связи есть. Россия собирается начать ее реализовывать. И, естественно, это пол для того, чтобы эту информацию делиться с нашими коллегами, партнерами, соседями. Олег Сенчуров, Валерий Гопанько, телерадокомпания «Гомель». Сегодня на территории Мазырского и Ельского района отбудется выездный областный семинар по выучению вопыта профилактики правопорушений и злочинства у сярод молоди. Уделу им проймуть наместники старшинного комиссии по справах неполнолетних гараев и конкамов, администрации районов города Гомеля, супрацовники прокуратуры в области. Усе подробностей глядите в наших наступных выпусках новинов. Не глядяши на надзвышанно тяжкие умовы на двор, аграры Гомельшины зарабили усе махшимое, кабы трымать годный ураджай. Такое меркование выказал наместник старшинника Митета по сельскох господарцах и харчаванне Гомельского облаконкама Иван Сидарынка, упередавши задай пытание уладе на хвалях Раду Гомель+. Галунной темой эфиру стали задачи агропрамыслового комплексу, от выканания яких залежит харчовая безпека региона. Гэтым летом аграрам пришлось опрацовать в вельми напруженных умовах. За устолевой засухи и отсутности дожжо, господарки не смогли отрымать ураджай у запланованных объемах. Тем не меньше, валовый сбор сборжевых склау 1 миллион 85 тысяч тонн. А у Гомельским, Ветковским и Петраковским районах отрымалося перевысить покашики минулого года, який был наибольшь спрояльным для растленоводства. Мы рассчитывали получить урожай зерна не ниже уровня прошлого года, но в связи с вот этими погодными условиями мы вели наблюдение за состоянием растений и принимали оперативное решение с тем, чтобы максимально получить продуктивность каждого гектара земли. В области у нас отработана оптимальная структура посевных площадей и аграрами сделано все, чтобы иметь достойный результат. Сегодня будет организована промая телефонная линия керавництва фонда Гомель Аблмайомость Жихарами Региона. У центра уваги тема корыстания и распоражения державной майомости. Задать свои пытания сможет кожный жадающий с 10 до 11 годин по телефоне у Гомели 75 05 88. Отказывать на их будет наместник директора фонда Гомель Аблмайомость Наталья Владимировна Сацута. Так само сегодня жихары региона смогут взвернуться до керавництва Гомельской мытни. С 11 до 12 годин на пытание громадян будет отказывать наместник начальника по организации мытного оформления и контролю Игорь Иванович Лукович. Телефон у Гомели 79 21 02. Сегодня управление по праце занятости социальной обороны Гомельского горвы Конкама проведет кермаш вакансий. Кожный жадающий сможет отримать информацию об наявности свободных рабочих мест на предприемствах города, часовых и оплачиваемых громадских работах, консультации по пытаниях социального обслугования и профессийного намучения. Кермаш вакансий отбудется с 10 до 12 годин по адресу ул. Пролетарская, 18. На площади Ленина у Гомели распашалась установка галлонной новогодней ёлки в области. Эй вышиня будет складать 31 метр. Монтаж сталёвых конструкций, так само штучного зелёного убрання, плануется завершить до пятого снежня. После шага ёлку пошнуть упрыгоживать ярляндами. У праватности самая великая ярлянда будет складаться с 300 элементов – золотистых шаров и снежинок. Цвятошная иллюминация будет находиться и на всей территории площади. Прыкладнада сярединная снежня у сего повинна быть готова до проведения ритуала запаливания ёлки. Дарайшы галлонные новогодние символы оригинальной конструкции будут усталяваны во всех администрационных центрах города. Заслуженный дейш мастацтва у Российской Федерации Рыгор Гладко выступил с концертной программой у Гомели. Творший вешер Таллиновитого аутара отбылся у областной универсальной библиотецы имя Ленина. С великой текавостью и ширым задовольнением у им проняли удел дети и дорослые. Наш корреспондент Вероника Ворошилина так само была сярость запрошенных на мероприемства. Заслуженный дейш мастацтва у Российской Федерации член Союза композиторов, кинематографистов и театральных дейшов России Рыгор Гладко. Его часто называют дитяшим композитором и гэта не выпадкова. Таллиновитый аутар выпустил у России самую великую колькость пластинок, компакт-дисков и кассет для своих юных слухачоу. Многие музычные творы Рыгора Гладкова стали классикой. Почас творчего вечера композитора их с энтузиазмом подхопливали и дети, и дорослые. А сына той вороны, кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар, а может быть, собаки, а может быть, корови. Конечно же упал и прямо на лисице. Чего вы кидаетесь? А может быть, на страуса, а может быть, на дворник и медленно попал. Рыгор Гладко – аутар музыки до многих широковядомых и горчолюбимых советских мультфильмов и казок. Сирот их пластелиновая ворона, следствия ведут колобки, пригодные знаки его сябров, вини-пух, кошкин дом, червона шапочка и иншая. Головная формула этих музычных творов прививать детям добрыню и выховать их на становчих учинках. Дети – это не просто наше будущее, это то, кому мы передаем страну. Они сегодня дети, а завтра они у нас министры, руководители, предприятия, директора школ, учителя, врачи. И поэтому им надо передать все лучшее, что есть у нас, и то, что мы не успели сделать, и кем не успели стать. Поэтому очень важно, мне кажется, прежде всего творчество для детей. Творчий вечер Рыгора Гладкова был организован в формате концерт-хеппининг. Инакш, кажучи, это импровизованный диалог с лядачом, калью не сам становится отделником сценичного действия. Аутор выполнил для присутствующих свои музычные творы под аккомпанемент гитары, якой он, даречи, володая по майстерску. А дети ему в этом допомагали, як саправдная юная зорышка эстрады. Меня восхитило, как он относится к детям. Он вот в этом маленьком существе видит не то, что когда-то он еще станет личностью взрослым человеком. Нет. Он уже изначально видит в нем личность, достойное внимания. Более того, он считает, что взрослым, а многому чему можно поучиться у детей. В первую очередь, вот этому позитивному мироощущению. За годы творчей деятельности запляшима Рыгора Гладкова множество престижных премий и узнагород. Однако яны, на думку аутора, далеко не самое главное его досягнение. Куды важнее для композитора бачить на своих концертах захопленные вожжи своих юных слухачов и их батьков, которые, дякуючи ему, мают махчимость перенестися в чудовную краину детенства. Вероника Ворошилина, Валерия Панько, телерадо «Кампания Гомель». У Гомельской центральной городской библиотецы имя Ерцина отбылась с устрэша школьников с астрономом Владимиром Ларийоновым. Мероприемство прошло в рамках проекта «Планетары у библиотецы». Почас с устрэша говорка шла об задеякальных сузорьях. У целом, подобные навыково-познавальные занятки с ребятами Владимир Ларийонов тут проводит раз в месяц. По сутностях, это взаимальные территично-практичные факультеты для тех, кто цикавится астрономией. Особливости сонечного и месяцного затмения, астрономичные зъявы парад планет, космичных объектов и зорного неба – это далеко не все темы, которые вошли в тематичный курс. Кап школьникам было простей засвоивать информацию, Владимир Ларийонов выкрыстовывает ответную навыковую литературу, карты зорного неба и великий экран, який дозволяет трансливать стековые фото и видеоматериалы. Пусть приходят гомельчане, мы всегда всем в этой библиотеке будем очень и очень рады. Ну а соответственно, если еще какие-то вопросы, предложения будут, вот я хочу о чем-то еще увидеть, услышать, узнать, мы обязательно и расскажем, и покажем. И на этом по кулюсеозы разведем падеи сашити по наших выпусках. А я с вами разведвуюся. До повышения. Субтитры создавал DimaTorzok